здравствуйте вы на канале чтв и сегодня мы начинаем цикл лекций под названием коны и законы все знают что такое законы но величайшему сожалению все знают что такое коны вот мы и хотим вам рассказать что это такое но начнем этот цикл совершенно не на тему совершенно отличную так сказать основной идеи а почему потому что хотелось от первого лица рассказать о некоторых событиях которые сейчас прямо сейчас происходит в мире дело в том что я буквально вот на днях вернулся из жаркой африки и что что ну поломаться интересных вещей но самое главное что это туда привез и плюс тут две вещи первую вещь которую я бы хотел так сказать который хотел поделиться это то что африканцы все как один говорят что не хотим работать ни с америка не из европы хотим работать с россией и это конечно ну с одной стороны приятно но другой стороны это накладывает на нас колоссальную ответственность потому что если честно то мы сегодня работать системно работать с внешней торговли но в частности с африкой конечно не готов совершенно дело в том что вся система внешней торговли у нас сегодня построена на коммерческих связях отдельных компаний вот и совершенно у нас нет никакой государственной политики внешней торговой вот что на самом деле очень неправильно и вот это надо менять просто ближайшее время то что если мы хотим приходить в африку вот то приходить туда разрозненными маленькими компаниями и даже крупными компаниями в принципе то сказать это совершенно не целесообразно потому что естественно что специфика рынка потом опять же так сказать специфика массы стран которые каждый имеет какие-то нюансы и особенности плюс всякие языковые вопросы так сказать вопросы менталитета культуры и прочее ну то есть то чего в принципе наш предприниматель совершенно не знаю вот и соответственно когда речь идет о закупке каких-то товаров ну там например кофе покупают бананы там еще какие-то вещи то в этом случае так сказать каким-то образом решается если мы хотим то что-то продавать свою продукцию а речь идет сейчас именно об этом а продажи в африку своей российской высокотехнологичной продукции вот то конечно же здесь вот так сказать без мощной государственной поддержки без системной работы государства и я бы даже сказал больше без восстановления системы экспортно-импортных государственных компаний вот которые бы под себя агрегировали соответственно все вот эти вот поставки вот без этого соответственно мы с африкой не справимся совершенно не только с африкой ну такие же вопросы возникнут как бы идти латинскую америку так сказать в азию и так далее так далее поэтому сегодня наша задача так сказать заключается в том что государство должно повернуться в эту сторону лицом и соответственно начать что-то в этом направлении делать вот и вот собственно моя мой посыл такой что нужна задача собственно просто озвучить хотя бы для начала и начинать ее как-то мир проталкивать потому что они даже нет понимания что этим надо серьезно заниматься это первая вещь которую хотел поделиться вторая вещь еще более интересная она касается практически ну нельзя скажу каждого человека но очень многие в нашей стране и в том что африканцы перестали принимать доллары которые старше 2006 года более того значит с 1 февраля вот этого года то есть буквально вот так сказать ближайшее время значит они перестанут принимать доллары и 2006 года то есть фактически сейчас сказать в Африке будут в ходу наличные доллары только вот эти вот красивые зелено-красные бумажки совершенно нового образца то есть которые после кризиса 2008 года были напечатаны то есть вот мне это очень напоминает павловскую реформу если кто-то еще помнит это делать то в девяностом году тогда значит вдруг неожиданно значит у нас тогда еще в СССР значит взяли и поменяли значит дизайн купюр 50 рублевых бумажек вот но обменять их можно было в очень дозированном там небольшом совершенно небольшом количестве я сейчас не помню сколько там меняли на каждого человека но там буквально по несколько купюр фактически можно было прийти в банк и поменять а все остальное соответственно сами понимаете значит это все становилось декором вот вот ну вы помните да что в результате что вот 90-м году была реформа 92-м году у нас СССР развалился вот сегодня у меня эта ситуация напоминает вот так сказать примерно то же самое только уже этим занимается не Центробанк СССР а ФРС и все это вот эта афера прокручивается в мировом масштабе вот значит почему у меня поэтому да что я хочу в этой селе сказать значит в отличие от Центробанков значит этих самых африканских кстати да и возвращаясь я вылетел через Дубай то есть у меня оставался 100 долларов вот эта купюра которую меня в Африке не приняли я пытался ее сдать в Дубае у меня приняли с дисконтом 50 процентов то есть за половину цены вот то есть фактически этот тренд о том что доллары перестают быть платежным средством он таскать сейчас распространяется по всему миру вот значит к сожалению наш Центральный Банк ничего подобного не делает то есть по-хорошему таскать он тоже должен сегодня объять о том что вот эти доллары которые старого образца таскать они уже работать не будут и соответственно людям надо просто сказать заранее что давайте быстрее их сдавайте потому что иначе в противном случае они просто приобретаются в красивые зеленые бумажки через какое-то время вот поэтому если у кого-то есть еще остались эти доллары да то мой искренний совет срочно избавляйтесь пока еще эта возможность есть пока еще наш Центробанк их принимает потому что у нас как всегда так сказать наступит момент и просто в одночасье люди люди объявят что все завтрашнего дня или не сегодняшнего дня таскать эти деньги уже не деньги вот и люди останутся с огромными таскать там если в масштабах страны это с огромными таскать на самом деле запасными потому что очень у многих людей таскать причем таскать разного возраста где-нибудь под подушкой там где серванте в матрасе хранятся таскать несколько таких вот 100 долларов купюр которые соответственно они думают что это сбережение на самом деле ближайшее время это все становится вернее часть этих денег уже не деньги это уже мусор вот а скоро практически все деньги приятно прилетятся мусор поэтому убедительная просьба ко всем срочно от них избавляться значит здесь есть два комментария на эту тему первое то что сейчас перед концом как раз вот этой когда система начнет разрушаться будет сделан вброс такой что дескать мол наоборот ребята покупайте доллары потому что все сейчас вот он сейчас вот он упадет искать а потом он как вырастет и как таскать он там короче таскать вот это это всегда делается таким образом чтобы как можно больше людей втянуть в эту финансовую аферу вот и второй момент значит естественно что мне могут возразить типа мол таскать и люди типа хазина уже там 20 лет хоронят доллар таскать а он все жирею всех живых то есть это как бы поэтому значит типа было и сейчас таскать выживет вот вот теперь я могу сказать точно абсолютно не выживет вот и объясню почему дело в том что вот эта система которая была построена на сказать печатание сказать сначала валюты потом соответственно производных от этих валют сейчас таскать эти все вот так сказать уже там 3 4 там 5 производные хотя они уже так имеют такой огромный масштаб что все же понимают что вот эти вот пузырь он уже так сказать может может только лопнуть вот и выход из этой ситуации в принципе да мы мы с вами подошли сегодня фактических ситуаций когда которая была как раз в начале 90-х годов значит в начале 90-х годов в принципе вот если мы сейчас посмотрим на то как развивалась экономика запада то в частности штатов европы вот там тоже была достаточно высокая инфляция примерно такого уровня как сейчас вот там плюс минус но примерно цифры очень близки плюс ко всему так сказать по тем временам был тоже надут огромный долларовый пузырь вот который соответственно значит надо с ним надо было что-то делать вот то есть по тем временам он тоже был огромный хоть в абсолютных цифрах он вроде небольшой по сегодняшней мерке да но тогда он действительно был тоже очень большой соответственно мы сегодня вернулись как бы вот на услуги на 30 лет назад вот значит тогда спасло запад так сказать вышел из ситуации тем что значит советский союз был развален вот то есть элита советская сдала значит с потрохами нашу страну и соответственно значит вот эти 30 лет мы им подарили чтобы они могли так сказать и вот их пережить сейчас эти значит 30 лет закончились возможности пережить уже нет потому что соответственно значит никаких вариантов уже не существует вот но есть сейчас существует два варианта только первый вариант это вернее 3 но один не просматривается значит первый вариант это который не просматривается это глобальная ядерная война вот но она не устраивает никого потому что в ней определить или не будет поэтому даже некоторые считают что можно отсидеться там в той же австралии или новой зеландии так сказать устроив войну здесь на в северном полушарии но сказать как показывают расчеты так сказать не отсидишься то есть прикатит туда так что бесполезно отсидеться вот то есть война никого не глобальная война никто не устраивает вот есть второй вариант который собственно не сейчас активно прорабатывает это развал россии россию разваливать на там несколько десятков составляющих и дальше соответственно то есть перезапускается вся система и продолжают значит россию опять грабить то есть еще они хотят все там лет двадцать подарить таким вот образом вот но россия не хочет разваливаться и не будет в этот раз не будет разваливаться то есть в этот раз у них это не получается вот значит и тогда остается в принципе вот третий единственный вариант вот это значит развал европы и гражданская война в сша вот значит можно сказать ну сейчас люди скажем так так сказать думающие как бы как государственники как просто нормальные люди живущие в нашей допустим стране скажут боже мой что за бредятинок зачем так сказать западным лидером так сказать устраивать так сказать разваливать европу там устраивать войну гражданскую сша ну начнем с того что они тоже много раз делали устраивали войну в европе и и просто уничтожали физически на это было как в двадцатом веке только был два раза вот значит но и гражданская война в сша была 19 веке которые в принципе они же устроили вот поэтому надо понимать одну простую вещь что те люди так называемые транснационалы которые сегодня управляют западом для них страны европы и сша являются объектом скажем так ну скажем это то есть это не их родина это не их альма-матер то есть это не то чем они дорожат они готовы принести это в жертву так сказать и более того и люди которые там живут и их тоже вам мало волнует для них люди это любые люди неважно какие мы с вами американцы европейцы для них это все расходный материал вот даже сейчас мы видим так сказать вот в сло как так сказать относятся к тем же украинцам которые якобы таскать европа да как как туда же посылают и американцев и европейцев таскать тех же поляков которые уже тысячами туда возвращаются в черных мешках вот искать для них это просто расходный материал вот это топливо поэтому соответственно точно также они относятся к этим странам вот поэтому если мы когда то что мы с вами выдержим вот этот натиск и выстоим это сомнений в это это не вызывает поэтому третий вариант который теперь уже просматривается абсолютно четко это развал европы и гражданская война в сша вот чего мы с вами в ближайшее время будем наблюдать вот поэтому прощайтесь долларами прощайте с евро с евро вот значит давайте жить уже сказать в своей стране вот тем более рубли сегодня готовы принимать практически весь мир кроме вот это вот так называемого запада ну на этом первую часть лекции мы заканчиваем продолжим в следующий раз все доброго